Рассматривая новый Range Rover, мы удивлялись, что флагманский внедорожник выглядит будто концепт — строго минималистично и несколько инопланетно. Во всяком случае, дизайнерам, инженерам и технологам удалось создать единую визуальную плоскость. Ведь сколько денег, нервов и сил пришлось потратить всем участникам процесса, дабы сократить количество стыков между панелями, уменьшить кузовные зазоры и сделать боковое остекление почти плоским, без перепада между стеклом и рамкой. И вот полгода спустя вышел младший Range Rover Sport, который, как оказалось, создан по рецепту, опробованному старшим братом. Сохранив привычные формы и пропорции, модель также сделала ставку на визуальную частоту образа. Смена поколений принесла увеличение габаритов, повышение жёсткости кузова и свежую электронную архитектуру. Последняя объединяет 63 электронных блока, которые могут получать дистанционные обновления по воздуху. По примеру главы семейства, Sport заполучил выдвижные дверные ручки и матричную головную оптику. От флагмана также достались адаптивные прожекторы, что могут рисовать подсказки на дороге. Салон, визуальным центром которого стал изогнутый тачскрин медиасистемы, плоть от плоти большого Range Rover. А чтобы добавить солидному интерьеру спортивности, его авторы внедрили пологую центральную консоль да новый трёхспицевый руль. А ещё британские маркетологи посвятили целую главу своего релиза медиасистеме под названием Meridian Signature. Она имеет 29 динамиков и 1,5-киловаттную мощность, плюс систему активного шумоподавления. Моторная гамма удивляет небывалой широтой. В Европе ставка сделана на подзаряжаемые гибриды, в коих заявлено сразу два. Но на других рынках основу составят рядные шестицилиндровые моторы — бензиновые и дизельные. На вершине расположена битурбированная «восьмёрка», которой щедро поделилась BMW. Со всеми движками работает восьмидиапазонный автомат и двухступенчатая раздатка. Система полного привода построена вокруг многодисковой муфты. Стандартное шасси с адаптивными амортизаторами и пневматическими баллонами. Притом фирменная система управления, завязанная на навигатор, обучена изменять жёсткость подвески перед каждым поворотом. За доплату предлагаются активные стабилизаторы. А вершина инженерной мысли — пакет, включающий активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси. Задние колёса могут поворачиваться, уменьшая диаметр разворота на добрых полтора метра. В Европе старт продаж намечен на грядущую осень, но цены объявлены сейчас. Фанатам зелёного образа жизни британцы предлагают дождаться 2024 года, когда линейку пополнит чистая электрическая версия.